В эти населенные пункты рейсы выполняются самолетом Ан-2 и вертолетом Ми-8. Мы продолжаем цикл программ «Закаленные севером», где ветераны геологоразведки вспоминают, с чего начиналась большая нефть в нашем Неницком округе. Как в условиях Крайнего Севера закалялись характеры и строились судьбы многих тысяч первопроходцев арктических недр – буровиков, строителей, механизаторов, руководителей экспедиции. Как с нуля возникали новые поселки и возносились ввысь все новые и новые буровые вышки. Если бы представилась мне такая возможность еще раз прожить жизнь, или я как-то родился, или вдруг молодым стал, ну если бы, я бы прошел этот путь еще раз и не пожалел бы. Новый герой программы «Закаленные севером» Михаил Дороздов сейчас живет в городе Архангельске. В далеком 69-м он приехал в Наринмар молодым человеком и прошел путь от помощника дизелиста в Наринмарской экспедиции до старшего механика вышкомонтажного управления. Сегодня его память цепко хранит моменты обычных трудовых будней, когда от мороза ломались механизмы, а люди выдерживали. Настолько от мороза настывал металл, чтобы вот где трубы, свечи свинчиваются, отрывалась резьба. 70-е годы прошлого века – годы интенсивного становления геологоразведки в Ненецком автономном округе. Тысячи людей прошли через горнило экспедиций, поисковых работ в тундре, результатами которых и сегодня пополняются за корма страны и нашего края. И по воспоминаниям ветерана, это было поколение, посвятившее поискам нефти и газа большую часть своих жизней. Шапкинская, 22-я, потом на 10-е Ярию, потом 2-я Лая, 4-я Лая, Инзерейская, 300 километров от Нарьямара, Ашкатинская. И вот везде так был подобран коллектив, люди были в то время, какой-то другой закалки, как-то воспитаны не так, как сейчас. И они действительно закалялись севером, суровыми условиями арктических метелей и морозов, вследствие чего менялись их характеры и судьбы. Мировоззрение становилось более глубоким и устойчивым. Они знали, что трудятся не только на себя, но и на завтрашний день своей родины.